Село Ярополец удивляет своими роскошными дворцами, доставшимися этому населенному пункту, что называется Непосану. Вдумайтесь только, здесь усадьба Гончаровых, где великий африканский карфагенский поэт России Александр Пушкин женился на русской немке-украинке-правнучке Абрама Натальи Гончаровой. Здесь странный храм, на котором нет креста, здесь усадьба неких Чернышовых, здесь некий русский Версаль, здесь почему-то обитал гетман правобережной Украины, сюда почему-то приезжали реальные цари и царицы, Здесь протекает река Лама, божественная русская река с русским и параллельно почти библейским именем. Короче, странностей в Яропольце хватает, отсюда и его удивительная ни на что и даже на реальность непохожая история. Дух Пушкина витает вот по этому кругу. Он здесь попал в этот такой круговой лабиринт и не может из него выбраться. Вот это усадьба Ярополец. Село Ярополец расположено в Московской области в 18 километрах от города Волоколамск. Возраст села – дело спорное. Археологически установлено, что в Центральной России появились самые первые люди на Земле. Известно около 150 археологических памятников, оставшихся со времени Верхнего Палеолита, а это 50-15 тысяч лет тому назад. В течение 18-19 веков в обширной округе Москвы найдены тысячи кладов серебряных монет. Многие схроны достигали 30 килограмм и больше, а само серебро датировано 6-12 веками. Так что возраст села Ярополец может быть любым. Сегодня археологически надежно установлено, что торговые пути в Центральной России начали функционировать с 5-го тысячелетия до нашей эры. Тогда по ним шла торговля серебром, медью, нефритом, лазуритом и другими товарами. Подробно об этом я написал в своей монографии «Межконтинентальные торговые пути». Через Ярополец по реке Лама пролегал участок торгового пути. Волоко-Ламский путь соединял восточные земли Урала и даже Манджурии с западными землями Прибалтики, Германии и даже Англии. Это и отражено в православной легенде о том, что эти земли якобы принадлежали великому князю Киевскому Ярополку II Владимировичу. А он был якобы сыном великого князя Киевского Владимира Мономаха и его первой жены английской принцессы Гиты Уэссекской. То есть в Яропольце царствовала Англия. Может отсюда все местные чудеса, очень черномазые местные дворяне и удивительные постройки. Работая над словарем берестяных грамот X-XII веков, я обнаружил совершенно иную историю, нежели та, что придумана официальными историками на основе православных летописей. Главное, что следует из берестяных грамот, так это то, что никакой Киевской Руси на нашей территории никогда и не было. Не было также никаких Ярополков и противостояния между так называемыми киевскими князьями тоже не было. В текстах берестяных грамот нет подтверждения ничему из православных летописей. Собственно, поэтому историки вовсю пиарят летописи и упрямо молчат о берестяных грамотах. В древние века на Руси использовались не летописные, а совсем другие имена. И такое имя, как Ярополк, это абсолютно не русское имя. На Руси так людей никогда не называли. Что же касается так называемой английской принцессы Гиты о Эссекской, выдумывая ее, историки должны были бы учесть два момента. Первый. Английский язык – это позднее явление, как и английский народ. Второе. В XII веке не было английского уэссекса, поскольку сами англичане в это время были еще германцами, проживали на территории современной Германии и назывались готами. Поэтому вернемся к настоящей истории, а она говорит следующее. Село Ярополец расположено на реке Лама. Эта река получила свое имя от змеевидной богини Ламы. Она – дочь Дона и Аси Святогоровны, внучка Кащея, сестра русалки Роси, прародительницы русского народа. Соседний город Волоколамск стоит на реке Лама и прежде назывался Волоколамск. Это имя буквально означает «змея Лама». Она – богиня из рода русалок. Ламия была широко известна в Древнем мире и за пределами Руси. Ее именем назван город Ламия в Греции. Но если на Руси Лама является дочерью Дона, то в Греции она – дочь Пассей Дона. Ламия была царицей Ливии. Статуи Ламии были также в Риме. Во всех южных культурах Ламия – возлюбленная Зевса. В Библии словом «Ламия» передается имя Лилит – первой богини до еврейского времени. Понятно, что Ламия – это почитаемая богиня. С ней и связано имя села. «Ламия» передается имя Лам Twilight. В разные времена село называлось по-разному. Ярополч, Ярополч с мягким знаком, Ярополч, Ярополч с мягким знаком, Яропольцы, Ярополиц, Ярополье, Казанское Ярополье. Яропол — это все произношение одного и того же имени. В этом имени две части. Первая — Яро, по-русски означает яр, то есть земля, пробужденная светом. Отсюда слово яркий и отсюда имя города Ярославль. Греческая форма Еро обозначает богиню земли Геру. Ее имя использовано в названии города Иерусалим. Греческий вариант имени приводит нас к тому, что Ярополец понимается не как место, освященное просто светом, но как место, которое святое от греческого Иера — священной святой. От этого образовано много вариантов имени Яр. Французская — Жером, испанская — Джеронима, румынская — Иеронимус и так далее. Вторая часть названия села — Поль. По-русски и по-гречески означает город. Например, Дикое поле, Константинополь, Неаполь, Сеферополь. Отсюда и название Яропольца — Священный город или город Геры, то есть земляной город. Напомним, земляной город есть также в Москве и в других русских городах. Земляной город — это символ первой земли, которая появилась из молочной реки, и поэтому эта земля священна, освящена. Село Яропольц стоит на берегу реки Лама. Оно как бы появилось из этой самой реки. Отсюда становится понятным противостояние греческой богини Геры, то есть земли, и Ламы — богини одноименной реки, а об этом противостоянии сказано в греческих мифах. С именем Яропольца выяснили. Он — городок, связанный с самыми древними моментами русского, греческого, римского и библейского мифов.